Здравствуйте, это проект Квартирный контроль, меня зовут Владимир Гордиенко. Слышите это? Машины, дороги, ревущие моторы, в мокрую погоду все это как-то еще усиливается. Сразу хочется заткнуть свои уши и отправиться поскорее куда? Конечно же, в жилой комплекс «Мелодия леса» от группы компании «Сапсан». Вот там мы настроим свои слуховые аппараты на максимальную мощность и, надеюсь, будем наслаждаться звуками природы, ну или хотя бы тишиной. Слушать «Мелодию леса» мы будем в деревне Голубое Солчногорского района Московской области. Добраться от МКАД можно по Пятинскому и Ленинградскому шоссе. По Пятинскому выходит немного расстояние поменьше, 28 километров от МКАД. Посмотрим, сколько времени. Будем ехать в дорогу. Как я уже сказал, помимо Пятинского шоссе комплексу может доставить Ленинградка. Там расстояние 33 километра от МКАД, то есть всего на 3 километра больше. Но прежде чем выбрать маршрут для своей поездки, я бы советовал всегда смотреть пробки. Так как что на Пятинском, что на Ленинградском шоссе они не редкость и в течение дня степень их загруженности может сильно меняться. И в зависимости от состояния иногда можно доехать быстрее по одному шоссе, а иногда по другому. Наиболее стабильной по движению является трасса М-11. Через нее ехать 36 километров. Но там за проезд придется каждый раз платить в районе 350 рублей. По времени там дорога занимает минут 35-40. Без машины мелодию леса услышать не так просто, но можно. На станции метро Пятинское шоссе с одной пересадкой можно добраться на автобусе. По времени чуть больше часа. Или на электричке от Минградского вокзала до станции Крюково. Обычная электричка идет 50 минут, а ласточка – полчаса. Дальше от Крюково минут 10 на автобусе. Вот мы и здесь. Почти бальзам для ушей. Дорога от МКАД нас заняла 35 минут. Практически проскочили. Ехали утром в будний день. В часы пик это время могло бы подобраться ближе к часу. Первое впечатление пока приятное, тихо, уютно, зелено и даже симпатично. Ну, конечно, с утра в час пик. Дорога узенькая, получается, где-то деревня застраивается. И с утра вот вывозим ребенка в школу. Это начинается где-то минут с 28, 7.20, 7.40. Стоит все аж до Ашана. Вот это, да, нужен выезд. Был по плану у них, конечно, на Лоди Лесе. По плану выезд на пятницу, конечно, все отдельно. Сейчас они сказали, его делать не будут. Вот это, конечно, большой минус. А до Москвы сколько добираетесь по времени? Не знаю, не ездим, мы, естественно, питаем. До Москвы мы все-таки, опять-таки, там, чтобы доехать отсюда, например, по Пятнице, это надо, ну, за час, наверное, точно мы уезжаем. Это когда так. И причем не в час пик. Опять-таки, Пятницкое шоссе, оно одностороннее, и очень проблемно быстро доехать. Да, если бы ее тоже расширили как-то эту дорогу, то было бы проще. А по Ленинградске там свои тоже, ну, от Сверховки и так далее, от Кимка. Поэтому мы стараемся на Альтвичках до Москвы. От Крюхова, да? Да, 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 да. Ну, а добираться сюда вообще, если не на машине, не знаете, как удобно? Красно. 495-й автобус, великолепно. Маршрутка. А до куда они ездят? До метро? До Крюхова. Ну, и также 400-й ходят, до метро, пожалуйста. Жилой комплекс «Мелодия леса» состоит из 8 домов высотой в 12 этажей. С 1 по 7 корпус – односекционные башни. Восьмой корпус – девятисекционный дом. Корпуса с 1 по 6 сданы и заселены. А корпуса 7 и 8 находятся на высокой стадии готовности, и согласно последним изменениям в проектной декларации, срок их сдачи намечен на 4 квартал 2017 года. Когда смотрел фотоотчет по динамике строительства, то у меня сначала сложилось впечатление, что это классическое монолитное строительство. Но не верьте глазам своим, это каркасно-сборно-монолитные дома. Разница, по сути, в том, что все стеновые панели и колонны сначала производятся на заводе и на месте только соединяются между собой, а швы бетонируются. Внешние стены выкладываются из газосиликатных блоков, после обшиваются утеплителем и облицовывают стомки рамогранитом. По системе навесного вентилируемого фасада. Одно из самых распространенных сочетаний бежевого и коричневого цвета, уже классики можно это относить, а рисунок, мне кажется, делали, вдохновляясь игрой в Тетрис. У восьмого корпуса другой кент-подрядчик его строит, поэтому он отличается внешне. Он бежевый, с серыми, голубыми и сиреневыми вставками. Ну а кондиционеры шлепаются прямо на фасад. Давайте зайдем в один из корпусов. Так вот идет вход в подъезд. Вот вам мелодия, вот вам леса, вот вам лося. Набирация корпуса, квартир, есть видеонаблюдение. Стоит сенсорный, между прочим, домофон, также с видеонаблюдением. Давайте посмотрим на отделку. Сразу видим комнату для консьержа. Консьержа пока что еще здесь нет. Обычные такие вот совсем-совсем простые деревянные двери. Почтовые ящики, мелодичные стоят подъемники для людей с ограниченными возможностями. Сюда нужен специальный ключик, чтобы он заработал. Дальше идут ступеньки. Есть откидывающийся пандус для коляс. Первый этаж жилой, все стены отштукатурены. Такая вот фактурная штукатурка белого цвета. Так, и два лифта. Грузопассажирский и пассажирский. И в холле здесь у нас висит композитор мусоргский Модест Петрович. С историей его карьеры, наверное. Давайте поднимемся. Стоят белорусские лифты. Могилев, лифтмаш. Поднялись с вами на девятый этаж. Давайте продолжим изучать убранство мопов. Обозначение этажей. Опять же, Модест Петрович нас тут встречает. Просторный лифтовой холл. Здесь тоже такие прям очень большие пространства. Давайте посмотрим, что здесь. Это камера мусоропровода. Просто огромнейшая. Таких еще размеров нигде не видел. Здесь можно, наверное, спокойно будет оставлять и коляски, и велосипеды. Очень большое такое помещение. Это выход у нас на технический балкон. Сверху у нас здесь открывается вид на двор на детские площадки. Очень симпатично они сюда, кстати говоря, выглядят. С формулами, цифрами, с алфавитом английским, русским. И, конечно же, нотами. Куда без них мелодия леса. Вон, посмотрите на крыше беседок детского садика. Пойдемте еще глянем приквартирный холл. Что здесь интересного? А здесь аж девять квартир на этаже. Теперь я понимаю, для чего здесь так просторно. Площадь и стоимость квартиры в продаже. Студии от 30 до 33 квадратных метров от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Однокомнатные от 43 до 48 квадратных метров от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Двухкомнатные от 62 до 83 квадратных метров от 3 миллионов 900 тысяч рублей. Трехкомнатные по 87 квадратных метров от 4 миллионов 900 тысяч рублей. При стопроцентной оплате или ипотеке возможна скидка до 5%. Продаются квартиры в строящихся корпусах по договорам об участии в долевом строительстве в соответствии с федеральным законом 214. Первоначально заключается договор оказания услуг. Его стоимость составляет 20 000 рублей. После выбранная квартира снимается с продажи, готовятся документы и подаются на регистрацию. Офис продаж расположен на въезде в комплекс. Сейчас давайте с вами посмотрим, в каком виде собственники 8-го корпуса будут получать свои квартиры. У них будет стоять вот такая вот времянка, деревянная дверь. Электричество ведут до внутриквартирного щитка. Стоят уже некоторые автоматы. Также вводится горячее и холодное водоснабжение в квартиру. Отсюда трубы вы будете вести до санузла. Это туалет, а это ванна. В ванной еще, я вижу, есть выводы для установки полотенцесушителя. Заведен проводочек с заземлением. Все межкомнатные перегородки возведены или из пазогребневых блоков, или, соответственно, из панелей, из несущих, из которых состоит дом. Могут встречаться еще вот такие вот наверху несущие балки, с которыми тоже придется в дальнейшем что-то делать, с ними как-то жить. Такое эксклюзивное решение для панельного дома, для тех, кто любит объединять кухню с гостиной, делая единое пространство, чтобы они могли это осуществить. В несущей конструкции заранее предусмотрели вот такой вот проем. Соответственно, вы можете легко убрать пазогребневые блоки и осуществить эту задумку. Установлены радиаторы отопления, разводка идет по полу, такой огромный прям радиатор во все окно. Двухкамерные стеклопакеты стоят в пластиковом профиле. Везде вот есть на панелях такие места, где можно будет в дальнейшем устанавливать розетки, то есть внутри панели уже заложены для этого трассы, куда вы сможете приложить проводку. Пойдемте на кухню. Стеночку пока что еще приходится обходить. Отдельно хочется поговорить о лоджиях. В восьмом корпусе они теплые, туда ведет вот такая вот раздвижная перегородка в одно стекло. Здесь стоит радиатор, двухкамерные также стеклопакеты. Есть также квартиры в этом корпусе, где идет панорамное остекление, то есть окна идут до самого пола, а радиаторы в этом корпусе. Метры стоят на отдельных ножках. А в корпусах башенного типа там идут балконы с панорамным остеклением, но там остекление холодное, то есть это обычный холодный балкон с ординарным стеклом. Высота потолка в квартире в таком вот виде 2 метра 80 сантиметров. И пойдемте, я вам еще кое-что покажу. В секциях восьмого корпуса, где четыре квартиры на этаже, есть вот такие вот узлы индивидуального учета холодного и горячего водоснабжения и отопления. А это противопожарная такая система. Здесь вентиляция, где подается чистый воздух, а с другой стороны, то есть весь горе дым, он отсюда вытягивается. Если чистый воздух поступает, горе уходит. Отличие квартиры башенного типа заключается в том, что здесь межкомнатные стены не возводятся. Они есть только у санузлов из бетонных блоков. Также, я вижу, сделана здесь гидроизоляция. И балкон, как я уже говорил, отличается тем, что холодный с одинарным пластиковым стеклением, но здесь не какая-то раздвижная система, а нормальный стеклопакет. Это ограждающая конструкция, панорамные виды и к соседям такая вот перегородка из плоского шифера. Само качество домов, когда принимали квартиру, все ли понравилось, или были какие-то замечания? Мы приняли сразу, там были какие-то мелкие недочеты, наши строители от всего, ну, как устранили, там, ну, ерунда была. А так, в принципе, по качеству нормально, дома теплые. Вот сейчас у нас отключены все батареи зимой, у нас там периодически как бы с этим нет проблем. Ну, с водой, с водой у нас проблема, там что-то у них какая-то с оборудованием, вроде как поставили не то, или вроде сто-то уставили что-то. Ну, в общем, у нас вечером, когда большой расход воды, у нас холодная вода. Горячая, по идее, горячая должна течь, но она все четко холодная. Да, вроде как бы в домах-то тепло, но при этом с горячей водой проблемы. Ну, да, да. Ну, у нас, как бы, мы электронагревателем пользуемся, поэтому как бы выходим из этого положения. Не так, ну, не хотелось бы, что электроэнергия тогда все тихмотает. Вообще все замечательно. И квартир хорошие, огромные, теплые, вообще все здорово. В следующей части мы ознакомимся с планировками квартир, расскажем про эксплуатируемую кровлю, покажем благоустройство территории, поговорим об инфраструктуре с местными жителями, расскажем об экологии и о деятельности застройщика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова